От столицы до Воронежа около 600 километров. Каждый год в этот город приезжают почти полтора миллиона человек. Кто-то из соседних областей предпочитает добираться на личном автотранспорте. Ну а если издалека, вот как я из Москвы, то удобнее на поезде. Вариантов много. Фирменные составы, двухэтажные поезда курсируют в Воронеж каждый день. Гостей в городе принимают три вокзала. На центральном для туристов организован информационный центр. Есть несколько версий происхождения названия города. Правда, никто не спорит, что дело в реке Воронеж, которая здесь протекает. Сейчас это огромное водохранилище. Оно делит город пополам. Правда, есть и другая версия. Воронеж от слова «вороной» — черный. Темная вода в глубокой реке, а вокруг сплошное чернолесье. Из этого чернолесья с осен начали строить корабли. Главный реформатор в российской истории Петр Великий сделал Воронеж колыбелью русского военно-морского флота в начале 18 века. С набережной в центре города можно, как в машине времени, попасть на экскурсию в те далекие времена. Это копия самого первого в России парусного линейного корабля, построенного по проекту царя Петра на Воронежской верфи. Его спустили на воду в начале 18 века. На борту было 58 пушек различного калибра. Царь назвал корабль «Готопредестинация», что означало «божье провидение». И провидению было угодно далее создать здесь целую флотилию, отправить ее в море и завоевать Азов. Правда, как раз во времена плавания «Готопредестинация» Азов Россия вновь потеряла. А корабль достался туркам. В результате от подлинника не осталось ничего. Но по старинным чертежам и гравюрам удалось воссоздать не только само судно, но и сделать экспозицию о бытии моряков времен Петра. Чисто теоретически, действительно, он может выйти в акваторию Воронежского водохранилища. Корабль в первую очередь действующий. Что это значит? Имеется свой капитан, команда, а также дизельный двигатель. И в крайний раз плавание корабля выходило в 2014 году. Собственно, это год открытия нашего музея и юбилей военно-морского флота России. Корабль дал небольшой кружок по акватории и пришвартовался обратно к этому месту. Самого основателя русского флота в Воронеже тоже не забывают. Здесь в центре стоит один из первых памятников царю Петру. Кстати, смотрит и даже указывает реформатор на монументальное здание Юго-Восточной железной дороги. Эта высотка с часовой башней не просто памятник архитектуры, но и один из символов Воронежа, с которым связано много городских легенд. Сейчас железнодорожники помогают местным властям развивать туристические направления. Мы замечательно дружим с РЖД, конечно же. Это наш важный партнер. И не только поставляющий нам трафик туристов, конечно, и делающий удобные поездки. Есть несколько совместных туристических проектов. Например, туристическая электричка. Мы возим людей в Демногорье. Это интересная такая электричка, которая заполнена велосипедами. Демногорье совершенно уникальный заповедник. Мастхев для тех, кто приедет в Воронеж более чем на один день. Он находится на юге области, известен флорой и фауной, но в первую очередь дивами, меловыми столбами, порождением ледника. Здесь находили стоянки древних людей, а уже в новое время начали создавать культовые сооружения. Особый интерес туристов вызывают культовые пещерные комплексы. Здесь их шесть, вырубленных в меловом массиве. Вот это пещерный храм сицилийской иконы Божьей Матери. Историю области можно узнать и отправившись в другой железнодорожный тур на ретро-поезде «Воронеж-1», «Графская Рамонь». Его запустили в 2021 году. Покупать билет лучше сильно заранее, желающих очень много. Об истории и особенностях региона говорят и неофициальные названия. Так Воронеж называют столицей Черноземья. В 1889 году куб местного чернозема стал украшением всемирной выставки в Париже наравне с башней Эйфеля. Вообще у города много и менее официальных брендов. Например, родина воздушно-десантных войск. Именно здесь впервые был сброшен парашютный десант. Город летчиков. Здесь строили самолеты Ту и Ил. А если вы просто предпочитаете путешествовать по России железной дорогой, а не ехать в Африку, Австралию, Бразилию самолетом или по воде, то лозунг одного знаменитого местного котенка вам будет особенно близок. Лучше, чем Воронежа, нет города нигде. Подтверждаю. Редактор субтитров А.Семкин